Всем добрый день! В обновлении 0.11.2 игрокам в период с 16 марта по 13 апреля доступен новый временный тип боя «Дикий бой» и сражения в формате «Все против всех». Бои происходят на специальных 9 эсминцах трех фракций «Спрут», «Морена» и «Барракуда». Сегодня предлагаем вашему вниманию обзор и геймплей на представителя фракции «Барракуда», а именно эсминец 8 уровня «Ядреный». Прототип этого эсминца в игре «Мир кораблей» – это эсминец «Грозовой». Итак, «Ядреный» – это эсминец игрового события «Дикий бой» с высокой скоростью, который имеет прямое управление мощными орудиями главного калибра и торпеды со средними характеристиками. «Ядреный» имеет 15 тысяч очков боеспособности, и это количество такое же, как у всех эсминцев 8 уровня в игровом событии «Дикий бой». «Ядреный» имеет худшую маскировку в игровом событии для уровня. Дальность видимости с кораблей – 8 километров. «Ядреный» имеет лучшую максимальную скорость хода на уровне в 60 узлов, но вместе с тем худший радиус циркуляции 720 метров и худший показатель времени перекладки рулей – полторы секунды. Совокупность этих характеристик предлагает нам геймплей «Охотника», который должен быть особенно внимательным в ближнем бою, так как имеет худшие показатели маневренности. Перейдем к орудиям. Напомним, что на 8 уровне в игровом событии «Дикий бой» главный калибр имеет только «Ядреный». Итак, главный калибр представлен 6 стволами в трех башнях с калибром 130 мм. Максимальный урон осколочных флак снарядов – 1400 единиц с невысоким шансом пожара 10%. Однако на уровне в игровом событии это максимальный шанс пожара, и этот факт следует учитывать. Бронебойные снаряды отсутствуют. Эсминец обладает скоростью перезарядки орудий в 9 секунд. Средняя скорость полета снаряда в 700 метров в секунду. Неплохая точность, приемлемые углы наведения позволяют нам прекрасно выполнять роль охотника на средних и ближних дистанциях. «Ядреный» прекрасно себя чувствует на дистанциях 4-6 км, имеет дальность ведения огня главного калибра 6 км. «Ядреный» имеет комфортную скорость поворота башен, и что в свою очередь дает нам возможность эффективно реализовывать свой главный калибр. Противовменный калибр у этого эсминца отсутствует. Торпедное вооружение «Ядреного» представлено двумя пятитрубными торпедными аппаратами с возможностью пуска с каждого борта. Максимальный урон каждой торпеды – 8067 единиц. Дальность хода торпед хорошая – 6 км. Скорость хода торпед – 110 узлов. Заметность торпед – 2,5 км. Время перезарядки – 60 секунд. Таким образом, этот эсминец, кроме главного калибра, имеет в своем арсенале для среднего и ближнего боя вполне достойные торпеды. «Ядреный» в своем распоряжении имеет следующее снаряжение. «Аварийная команда», время работы которой 5 секунд и время перезарядки – 60 секунд. Она одинаковая для всех эсминцев 8 уровня в «Ивенте». «Ремонтная команда», которая восстанавливает 300 единиц очков боеспособности в секунду, работает 15 секунд и перезаряжается за 30 секунд. Тоже является одинаковой для всех эсминцев 8 уровня в «Ивенте». Ускоренная перезарядка главного калибра, которая уменьшает время перезарядки главного калибра на 55%, работает 20 секунд и перезаряжается 60 секунд. Это особый расходник, который усиливает характеристики нашего охотника в бою и который во многом будет определять уникальный характер ведения боя «Ядреного». В событии «Дикий бой» у нас нет возможности прокачать перки командира и установить модернизации. Таким образом, в этом плане все находятся в абсолютно равных условиях. Подводя итоги, следует сказать, что имея на своем борту орудия главного калибра и торпеды одновременно, «Ядреный», как нам показалось, имеет определенное преимущество в бою на средних дистанциях. Всем спасибо за внимание. Не забывайте ставить лайк и смотрите больше видео на нашем канале. Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. Приятного вам просмотра! Пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вражеский сменец уничтожен. Торпеды прямо по косу. Торпеды по левому козу. Торпеды по левому козу. Торпеды по левому козу.